Доброе утро, друзья! У меня тут жизнь удалась, потому что у меня есть книжка, естественно, и у меня есть пахлава. Так что день обещает быть хорошим. День, который начался с книжки из пахлавы, уже априори не может быть плохим, мне кажется. И сразу же, просто с первой же секунды похвастаюсь, я вчера всё-таки вечером читала, и дошла я до 216-й страницы. Не шибко много, конечно, но тем не менее я не ленилась, а читала. И на 216-й я уже просто уснула. Не так, прям лицом в книжку, а я поняла, что я просто одну срочку прочитываю уже 15-й раз, поэтому, вероятно, пора ложиться спать. Сегодня, блин, много дел, поэтому я, наверное, не тешу себя надеждами, к сожалению, что я успею дочитать книжку. Мне так-то осталось страниц 300, если округлять. Ну, это прям невозможно. Вчера у меня было больше времени, и я еле-еле 200 прочла, а сегодня времени будет гораздо меньше, так что 300, мне кажется, это неосуществимая затея. Мне нужно наделать кучу всего с видео, поскидывать их на компьютер, потом смонтировать что-то, чтобы оно вышло, пока я буду в Копенгагене, собирать минимально вещи какие-то. Да, в общем, дел достаточно много, поэтому сразу прошу прощения за то, что последний день получится не особо книжным. Книга на самом деле очень подвязана под еврейский вопрос, поэтому читать ее местами сложно, и, например, вчера я во время чтения уснула, когда вот началось что-то типа там черные шляпы, досы, и в этом всем разбираться, и что-то все непонятно, и, короче, глаза что-то там поплыли, начали потихоньку закрываться, и я уснула. Ну вот это типичный диалог, это были черные шляпы, не черные шляпы, но бороды черные, бороды, вы хотите сказать, это были досы, маленькие ермолки, аккуратные бороды, русские, акцент, ну типа там у них какая-то настолько тяжелая, сложная иерархия, что я вообще не понимаю, что означает черные бороды, что означают досы, и когда я это все вожу в гугл, мне выдает только одно, евреи, 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 но разница же между ними какая-то есть, короче, как всегда, вот эта тупая попытка разобраться абсолютно во всем в книжке, мне мешает получать удовольствие, а вообще история интересная, такая очень мрачная, детективный, действительно, такой нуар, действие, которое происходит на Аляске, там всегда снег, плохая погода, там всегда темно, наш детектив шляется по каким-то сомнительным кабачкам и местам, чтобы разузнать какие-то подробности этого дела, потом приезжает в гости к мафии, которая может убить его за одно какое-то неуважительное слово, ну в общем, как я люблю. Мы же вчера забыли самое главное, книжный магазин, вот этот всегда выбивает первым, когда ищешь английский книжный магазин в Копенгагене, я так понимаю, это магазин поддержанных книг, но в него мы точно отправимся, вот этот тоже какой-то знаменитый, и вот я так понимаю, вот этот самый, типа как, топовый в Копенгагене, хорошо, что они все рядом, будем их изучать. Сонное царство. Спал крепким сном, но надо же, конечно, проверить, что мы тут едим, и понюхать. И полизать холодную баночку. Надо его освежить. Нельзя. Дочитала я до 290 страницы, очень я надеюсь, что мне за сегодня удастся дочитать эту книгу, чтобы как-то не обрывать влог на недочитанной книге, но я, конечно, сомневаюсь, что мне удастся дочитать 200 страниц, учитывая, что мне еще собираться, бла-бла-бла, но я постараюсь. Мне нравится книжка, даже очень. Единственное, что такое вот минус в ней, что она несколько затянута, то есть по сути здесь, да, такой типично детективный сюжет, наш главный герой, этот детектив, и в его отеле, в котором он живет, находят труп убитого мужчины, и вот наш детектив просто бегает и пытается сначала выяснить личность этого убитого, а потом он эту личность выясняет, он начинает выяснять обстоятельства, при которых он мог быть убит, и вот пока что все вот эти 290 страниц, это как наш главный герой ходит от одного человека к другому, который мог знать убитого. Он посещает его родителей очень долго, очень много времени этому посвящено, страниц 100, как он общается с его родителями, да, в принципе, и все. Ну, то есть такой прям динамики в этой книге нет, вот как в отличие от прошлой книги «Лунный свет», который я у Шейбана прочла, там как раз-таки много всяких разных событий происходило, смешных, дуралейских, а здесь вот просто такой линейный детективный сюжет с опрашиванием свидетелей, и, в общем-то, все. Но всю эту книжку вытягивает, конечно же, атмосфера. Если бы не она, я бы уже, возможно, ну, как-то и заскучала, и не захотела бы читать дальше. Во-первых, еще Шейбан хорошо пишет, поэтому даже когда детектив опрашивает свидетелей, это все достаточно интересно так вот читать, он очень цветасто описывает, как они все выглядят. Во-вторых, вот эта вот атмосфера нуарного детектива, когда всегда идут дожди, холодно, наши главные герои сидят по каким-то забегаловкам с сомнительными личностями и обсуждают детали этого дела, или бродят по каким-то сомнительным районам и опрашивают каких-то гангстеров, евреев с угрозой для собственной жизни. И вот эта вот вся такая мрачная атмосфера, она, конечно, завораживает и притягивает. И, конечно же, главная изюминка этой книги – это вот вопрос евреев, еврейства, их культуры здесь. Что я заметила, когда начинают описывать внешность мужчины, первое, что описывает Шейбан – это его бороду, естественно, так как речь идет о евреях. Мне это показалось очень таким любопытным, такой вот, можно сказать, характеристикой всей книги. То есть здесь сначала описывают бороду, потом описывают пейсы, потом описывают шляпу, а потом уже все остальное, все остальное может быть даже и не описано. И вот в этом вся книга, то есть всегда еврейский вопрос стоит на первом месте, и при этом как-то вот оно не отталкивает то, что такое прям тщательное внимание чужой культуре уделяется, а очень даже вот интересно и приятно, и какой-то вот действительно изюминка у книжки. Ну, буду читать дальше. Ну, вот, как я и говорила, на верхней ступеньке лестницы стоят двое, наблюдая, как лансман приближается. У обоих окладистые бороды, но пейсов нет, нет ни чулок, ни черных шляп. Самые важные приметы в этой книжке у людей. А потом же начинается молот, лет 30, рослый, длинный, лоб, бла-бла-бла. А ещё, кстати говоря, из-за того, что они всё время опрашивают подозреваемых в каких-то кафешках или там, я не знаю, ну, в общем, в каких-то заведениях, ресторанах, тут постоянно описывается вкусная еда. Я уже задолбалась, если честно. Перед этим сцена была, где он приехал в самую знаменитую, ну, типа как, я не знаю, кафешку с пирогами в аэропорту. И там описывались эти пироги, что ради них многие делают остановку в этом аэропорту, чтобы их поесть, а потом полететь опять по своим делам. И что это такие легендарные знаменитые пироги. Всё, я срочно захотела пирог. Сейчас следующая сцена, они опрашивают одного там мужчину в самом знаменитом заведении с мясом. И что, типа, рассказывается, что там стейки в это заведение везут из Канады, обложив кусочками льда. И все вот эти описания, ещё в такую сильнейшую жару 30-градусную, мне прям ножом по сердцу, если честно. И сейчас вот тут мужчина съел свой стейк и запил его стаканом ледяной воды. И я прям слышу, как бьются кубики льда в стакане друг об друга. Всё, я пойду пить ледяную воду. Кстати, вот пополнение моей коллекции закладок. Эти мне подарила Ванина мама. Купила их в Нормандии. Посмотрите, какая прелесть. Очень красивая. Ох, долгожданный дождь. Хотя он прям совсем-совсем куриный, но уж лучше, чем ничего. Под дождём и грозой. Бежим стричь дживса, наконец-то. Но горела, походу, моя неделя чтения, и я не дочитаю книжку, потому что мы решили, пока он будет на стрижке, пойти на мультик, как это, домашнее животное 2, как-то так. Очень давно на него хотели, а скоро он уже заканчивается. Поэтому надо, по-моему, через два дня заканчивается, поэтому надо на него срочно сходить. Любимый дождь. Любимый дождь. Такой дождь идёт, а дживсу надо сделать все свои дела. Отличная погодка для прогулки. Мэри Поппинс. Здравствуйте, Мэри Поппинс. Мне тут ещё пошутить. Так что реальности, понимаете? Ну да, что делать? Она всё равно его будет купать. Дружище, я тебе тоже не завидую. Я в машине буду сидеть. Спасибо. Поппинс. involved- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я читаю. Прочла за это время 40 страниц уже. Медленно движемся к успеху, но я уверена, что, в общем, на этом, в принципе, мы и остановимся, потому что уже достаточно поздно. Завтра много дел, сложный день. Поэтому, даже если при большом, очень большом желании, я не смогу, наверное, читать ночью. Блин, так жалко заканчивать неделю чтения с неречительной книжкой. Но 160 страниц я очень вряд ли успею за сегодня прочитать. Как бы я сильно не хотела. Джипсик. Джипсик, иди ко мне. А вот и после. Да? Розовая поросенок. Все, друзья, я думаю, это финиш. 337 страница. Больше я уже не могу читать. Нет уже, знаете, какого-то такого желания. А давиться Шейбаном я тоже не очень хочу. Он этого не заслуживает. Вот сколько мне осталось. Треть, в принципе. Да, получается. Ну, где-то, да, страниц 150 мне осталось. Уже я их дочитаю к приезду. Вот так вот закончилась моя неделя чтения. Не самая моя удачная неделя, честно говоря. Но мне понравилось за то, что она была какая-то насыщенная, интересная. Может быть, когда-нибудь повторю еще раз ее. Но уже за чтением таким серьезным, сидя дома. Проглатывая книжку за книжкой, чтобы нам всем было интересно. Вот. А пока спасибо большое, что были все это время со мной, с Лерой. Что комментировали и смотрели наши видео. Мне очень понравился этот топ. Очень приятно читать с кем-то параллельно. Особенно вот эти последние дни, когда нам было уже очень лениво. Но мы старались изо всех сил. И друг друга вот этим соперничеством подбадривали. И продолжали читать. Это было, конечно, очень весело. Но Лера все-таки победила в этой неделе чтения. Я как-нибудь возьму у тебя реванш, Лера. Готовься. Сейчас я отойду от переездов и поездок и буду читать больше, чем ты. Муахахахаха. Как итог, две полноценные книги прочитаны. Одна повесть Даррелла и одна книга недочитана. Вот. Такая не самая удачная неделя чтения. Но все. Заканчиваем. Иду спать. Спасибо большое, что были со мной. Прям не хочется с вами расставаться. Если честно, я уже так привыкла, что прям не знаю, как вот сейчас закончить это видео, выключить камеру и все. И что ли я больше не буду подключаться к вам и что-то говорить. Ну, в рамках недели чтения, конечно. Потому что с завтрашнего дня я начинаю снимать влог из Копенгагена. Бесконечная череда влогов. Все. Заканчиваю свой поток слов. Спасибо большое за то, что смотрели меня, мою неделю чтения. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся в следующем видео совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok